Если спросить у вас, какой самый главный адрес революции 1917 года, имеется в виду, конечно же, Октябрьская революция, то многие из вас скажут, ну я не знаю, там, Смольный, у кого-то сразу же цепочка идет к Зимнему дворцу, то есть взятие этого самого Зимнего дворца и так далее. И вряд ли, ну большинство из вас, я не сомневаюсь, что, возможно, кто-то есть, но большинство скажет, что это дом номер 32 по набережной реки Карповки. Ну мало того, что он находится в таком месте, где не пролегают туристические тропы, хотя тут напротив есть монастырь, построенный по проекту штатного, да, церковного архитектора Никонова, там могила Святого Иоанна Кронштадтского, поэтому туда, ну туристы ходят, но, скажем так, те туристы не очень будут рады встретиться с теми туристами, ради которых я сегодня рассказываю этот рассказ. Видите, какой я просто мастер элоквенции, как говорилось раньше. Нужно понимать, что восстание вот это в 1917 году, сейчас у нас такие большие идут дебаты, что это была революция, госпереворот, я вообще не понимаю как бы строгой разницы в этих дефинициях, власть сменилась-сменилась, государственный строй сменился-сменился, ну как хотите это называйте, госпереворот, революция и так далее. Это я оставляю для желающих подебатировать в комментариях. Вот это самое вооруженное восстание, оно ведь, ну, должно было быть кем-то инициировано, а поскольку речь идет о партии, то у партии, как вы понимаете, коллективный разум. Да, у нее есть вождь, но в то время он был, конечно, вождь, но были там еще люди, которые претендовали на определенные роли и после взятия власти большевиками это вдруг выяснилось. Еще в августе 1917 года здесь уже собирались члены комиссии ЦК РСДРП, ну и тогда, в общем-то, не пришли консенсуса на тему того, надо брать власть или нет. Тогда отказались, преимуществом двух голосов. Ленин, как вы знаете, осенью 1917 года пребывал в Бразливии, он был немецкий шпион, за которым охотилась милиция господина Керенского, ну и всех остальных товарищей. Но он оттуда слал грозные письма о том, что сколько можно сидеть на попе ровно, надо, надо, надо брать власть. И он был абсолютно прав, потому что, как многие говорили, власть валялась под ногами. Ее нужно было просто подобрать. Подобрать ее мог только человек, обладающий, ну, это можно назвать железной волей, ну, скажем так, железными яичками, да. В общем, вот слал вот он власти письма. И стало понятно, что, конечно же, надо с этим что-то делать. То есть возникла необходимость провести еще одно заседание центрального комитета. И для этого потребовалась квартира. Поскольку Ленин пребывал сюда нелегально, он был, как вы помните, он был без бороды, он был там в парике, в кепке, в общем, такой настоящий финский косец. Или рабочий, кому как ближе. То квартира должна была быть сто процентов проверенной. И Елена Стасова, потомок знаменитого архитектора Стасова, ну, и, соответственно, был Владимир Стасов, уже сын этого архитектора. То есть такая знатная фамилия для нашей истории. Она поручила Галине Флаксерман выбрать квартиру. Галина Флаксерман, она предложила свою собственную квартиру. Она была замужем за меньшевиком Николаем Сухановым. Флаксерман была большевичкой, а он был меньшевик. И вот, представляете, вот жили вместе, да, не перегрызли друг к другу глотки к вопросу, да, о нормальных взаимоотношениях между людьми, которые исповедуют какие-то различные, там, политические взгляды и все такое прочее. Вот здесь, квартира номер 31. Сейчас это, в общем-то, вполне себе такой центр, хотя вот там уже, я до сих пор не знаю, что там есть. Я тут жил довольно долго на Левашовском Три, там, то ли завод какой-то, то ли что-то. Мне, конечно, как гиду позор этого не знает, но, с другой стороны, нафига вам, эта информация. В общем, в то время это была попа мира по петербургским меркам. Набережная реки Карповки еще отсутствовала вот эта гранитная, то есть еще люди, которые жили в соседних домах, писали вспоминания, что после войны они выходили с очками бабочек ловили вот на склонах этой речки. Поэтому местность была малолюдная, что сделала Флаксерман. Тут я буду прибегать иногда к своим собственным шпаргалкам. Мы это все знаем в основном из воспоминаний, как конкретно товарища Суханова. Значит, в день заседания она пораньше ушла с работы, она работала в журнале «Летопись», но прежде чем прийти домой, она зашла в магазин «Дикси» или «Семья», я не знаю, что там было по дороге, и купила сыр, масло, колбасу, ветчину, буженину, копчушки небольшие рыбки, красную соленую рыбу, красную икру, хлеб, печенье и кекс. Хорошо, что я только что поел. Если бы не кончились все мои наличные деньги, вероятно, бы еще покупала, писала она. Ну и представляете, да, вот эта женщина с перегруженными котомками, трамвай все переполненные, пришлось идти пешком. Ну, в общем, она пришла, здесь все организовала. Также она взяла из редакции огромное количество карнашей, ручек, бумаги, то есть бизансцена уже была готова. Как Суханов, соответственно, описывает, он же отсутствовал, он же меньшевик, да, о новые шутки веселой музоистории. Это верховная и решительная, решительная, хочу подчеркнуть, заседание состоялось у меня на квартире, все на той же Карповке. Ну, тут дается адрес, 32 дом, квартира 31. Но все это было без моего ведома. На этот раз к моей ночевке вне дома были приняты особые меры. По крайней мере, жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала мне дружеский бескорыстный совет не утруждать себя после трудов дальним путешествием. Во всяком случае, высокое собрание было совершенно гарантировано от моего нашествия. Вот так супруга позаботилась о том, чтобы даже собственный муж отсутствовал. Ну и начали собираться. Значит, сначала пришел вместе с Калантой товарищ Троцкий. Затем стали они все приходить. Ленин пришел со Свердловым. Я бы хотел перечислить вот это вот, 12 друзей Ошина, да, кто здесь был. Ленин, Свердлов, понятно. Держинский, Орджоникидзе, Сталин, Урицкий, Бубнов, Калантай. Бубнов, кстати, еще иногда его произносят фамилию как Бубнов. Ну, кому как лучше. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Бухарин. Ну, то есть, были все. Вся, вся самая главная компания, все центровые персонажи здесь собрались вот в этом самом доме. Началось заседание, заседание, как и многие другие заседания, с доклада Свердлова, или опять-таки Свердлова, тоже разные варианты произношения фамилии я встречал. Он рассказывал ситуацию на фронте. О том, что там уже назревает бунт, и что солдаты недовольны. И вот Ленин тут вступил, соответственно, в атаку. Стал объяснять людям, что сколько ж можно ждать, нельзя откладывать. На фронте мы слышали, от Свердлова готовят переворот. Состоится ли съезд советов? Неизвестно. Власть надо брать немедленно, не дожидаясь никаких съездов. И надо сказать, что Ленин, конечно, ждал определенного сопротивления, но его здесь практически не было. Выступили против только два человека. Каменев и Зиновьев. Ирония судьбы заключалась в том, что Зиновьев был одним из ближайших соратников Ленина. Именно вместе с Зиновьем он скрывался в разливе, хотя мне в советской школе говорили, что товарищ Ленин там был один. И жил там в шалаше, и на пеньке, значит, писал свои прекрасные тезисы. Хотя, на самом деле, жил он в сарае, а в шалаш он туда валил, когда нужно было изображать себе косца. Ну, то есть, вот так вот, соответственно, история преподносится иногда в определенных обстоятельствах. И вот как раз предательство Зиновьева Ленина очень сильно взбесило. Он нистовал и во время этого заседания. И в итоге резолюция была принята. То есть, как я сказал, все были за, кроме этих двух человек. То есть, решение о восстании было одобрено вот здесь. Именно в этом самом месте. Неожиданный эпизод. На самом деле, такие эпизоды бывали и вот в практике народной воли. Я помню, там, когда они тоже на одной квартире были, там, дворник позвонился. Развался звонок. Это было действительно неожиданно, потому что, ну, местность пустынная. Никто не должен был прийти. И Свердлов в ужасе спросил Флоксерман, Калина, что это? Она сказала, не знаю. И первая ее мысль была застрелиться. Свердлов подошел к двери, он хотел сам открыть ее, но Флоксерман его отстранил, сказал, я сама открыла. А там стоял ее брат Юрий, он тоже был большевик. И он пришел из Павловска сказать о том, что его офицерская школа тоже перешла на сторону большевиков. Ну, в общем, в итоге этот самый Юрий всю ночь горел самовар, то есть мы нашли работу. Значит, когда все закончилось, стали расходиться. Первым ушел у нас... Кто там ушел? Первым ушел у нас Ленин вместе с Дзержинским и Свердловым. Вспоминали потом, что Ленин был настолько разъярен, что он даже уходя и идя по дороге продолжал чистить вот камень его Зиновьева. В порыве страсти, злости и всего остального сорвал у себя с головы кепку вместе с париком. Бросил ее на землю, она упала в лужу. Ленин, значит, высказав свою... Я так думаю, там с матюгами это все было. Высказав это все, надел это обратно, несмотря на то, что продал... Ну, то есть парик был мокрый от лужи, то есть у него стекала вот эта жижа грязная. И он, не обращая на это внимание, пошел и продолжал, соответственно, ругать Зиновьева и Каменева. Но его можно понять на самом деле. Особенно интересно, что потом Зиновьев с каменем сотворили. Но, естественно, ни о чем. Об этом не сказано вот на той мемориальной доске, которая висит у меня за спиной. Там дана лишь сугубо сухая информация. Дом этот, номер 32 по набережной реки Карповки, соседствует с рядом очень интересных объектов. Как, например, вот этот вот за моей спиной. Это дом, построенный для казначея общества-королиководства. Столько у него было денежков. Что интересно, вообще это место связано с мистикой. Я вам сейчас еще пару слов расскажу про один объект, ныне уничтожаемый. Здесь, над дверью, но не только здесь, там есть еще в другом месте, в этом доме, изображены два льва. Это то ли намек на знаменитые львиные ворота в Мекенах, которые там чуть ли, я не помню точно, но, по-моему, чуть ли не 13 век до нашей эры. И они, соответственно, те вот Мекенские львы, но они, правда, без голов, они стоят на жертвеннике. То ли это намек на сирийских львов, но, в общем, это такой довольно знатый прикол архитектора, который строил для этого кроликовода. За моей спиной вы можете видеть тотальное разрушение огромного гостиничного комплекса, который изначально должен был называться гостиница Петроградская, а потом вошло в историю под названием Северная корона. Это находится буквально наискосок от самого знаменитого адреса революции 17-го года, как мы только что выяснили. Но, опять-таки, это мое субъективное мнение, моя субъективная трактовка данного адреса. Возможно, вы с этим не согласитесь, возможно, вы решите, что главный адрес революции 17-го года, Октябрьский, находится в другом месте. Но не суть. Дело в том, что гостиницу эту должны были построить, в общем-то, довольно быстро. Потому что решение было принято в 1988 году, причем на уровне министерства. Это была пятизвездочная гостиница, там были бары, рестораны, даже бассейн. Ну, понимаете, опять-таки, я вот сейчас это все перечисляю, ну, такой стандартный набор. Но в то время это был срыв башки. То есть она должна была показать вот всю прелесть пребывания иностранных туристов в Северной Венеции и так далее, и тому подобное. Начали строить, наняли югославскую контору, которая три года этим занималась. А потом, как вы знаете, ба-бам! Советский Союз приказал долго жить, все структуры развалились. Югославам задолжали. Югославам это очень не понравилось. Они просили, как бы, деньги вернуть, им не вернули. Затем все это дело перешло турецкой компанией. Стали строить турки. Такая же история, значит, тоже остались должны денег, в общем, суды, арбитраж европейский и все такое. В общем, это все продолжалось до тех пор, пока данным объектом не завладел Банк Санкт-Петербург. И в 1995 году здесь была презентация. Гостиница была готова на 95%. На этой презентации был непосредственно мистер Собчак со своей супругой Нарусовой. Ксюша, как вы понимаете, в то время еще не зажигала ни в программе «Доме-2», ни на всевозможных оппозиционных интернет-ресурсах. Ну и водится, как водится в то время, на презентацию пришел у нас, приехал, точнее, митрополит. В меру он был Сычев, а так Иоанн. Чита Собчак опоздал. Он прождал их фактически час. Они, наконец, прибывали. И госпожа Нарусова попросила митрополита благословить. И, как вот свидетельствуют очевидцы, он подошел к ней, она взяла его за руку, и тут он начал оседать. Начал оседать и умер. Прямо, прямо, ну, господи, грешно, конечно, смеяться над таким, простите, это нехорошо. Прямо вот в этой гостинице умер. И, ну, это как бы был, как вы понимаете, знаковый случай. Мало того, что во время стройки там погибло, разные приводились цифры, я слышал варианты один человек, несколько человек. Мало того, что там вот этот вот митрополит скончался, так вот, после этого случая гостиница стояла бесхозная. Она стояла, считайте, да, 95-й, 2005-й, 2015-й, ну, 20 с чем-то лет. Есть потрясающие снимки в интернете, можете погуглить, ребята забирались, всякие там сталкеры фотографировали, то есть, ну, там реально можно было снимать кино, готовые декорации. И вот она простояла до этого нашего, 2019-го года, видите, вот прямо сейчас ее там стосят. Причем я водил тут недавно экскурсию, я не знаю, но мне один из экскурсантов сказал, что по сведениям из новостей, там и при демонтаже уже погиб человек. То есть, вот это настоящее такое мистическое место. Я уж не знаю, насколько оно проклятое, но тем не менее. Это то, что я вам хотел сказать сегодня про удивительный край Петроградка, где я сам прожил достаточно долгое время. Приходите на мои экскурсии, они проходят в Петербурге и в Москве. Информацию об этом вы можете найти как у меня на сайте, так и в группе ВКонтакте и даже в Инстаграм-аккаунте. Я об этом теперь выкладываю информацию, потому что, как выяснилось, некоторые получают ее и там. Также хочу напомнить, что мы едем в Берлин и Париж. Если вам интересно, пишите мне на электронный адрес, я его тоже укажу вот там. Спасибо за внимание, комментарии. Увидимся. Пока.